Добрый день, дорогие телезрители! Публикательная программа «Салим Семей» в течение двух часов сегодня мы будем беседовать с нашими многоуважаемыми гостями на разные темы, а в это время вы можете набирать наш номер 341564 и задавать свои вопросы. А в третьем часу у нас начинается телевикторина. Надеемся, что в течение трех часов вы будете вместе с нами. Ну а сейчас вашему вниманию прогноз погоды. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Семидия кунаши, куныз 16, тунде 1 градус жылы болады. Прогнозы погоды. Начинаем сегодняшнюю нашу беседу. У нас сегодня в гостях Дархан Жумаканович, ректор Астана-Айти университета. Добрый день. Как ваше настроение? Как доехали до нас? Добрый день. Настроение очень хорошее, позитивное. Семей для меня родственный край. Ну и для начала наш первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, про университет Астана-Айти и вообще по каким направлениям ведется работа в национальной системе образования. Наш университет был открыт 12 апреля 2019 года и в рамках реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» по инициативе «Эльбаса» мы реализуем три группы образовательных программ. Первая в основном касается программирования, это software engineering, большие данные. Вторая группа это телекоммуникации и cyber security по кибербезопасности. Третья группа больше касается социально-гуманитарного блоки, это IT менеджмент и IT журналистика. Как вы сделали эти технологии? И что включает в себя именно IT-технологии. Университет, которые у нас были в 20-м году, у нас есть экономист, у нас есть инженер-маманды. У нас есть 5 тысяч грамм в ИТ-технологии, у нас есть 13 тысяч человек, и у нас есть хорошие отношения. Университетов, в 4-м году, мы 3 года окинули, а университетов, в 3 года, у нас есть 3 года. В последнее время мы сняли компаниям. Мы сняли первые два этапа, которые мы сняли в первую очередь. И в этот период мы сняли в первую очередь. Мы сняли в 2013 году, в год мы сняли в 2013 году. Вы можете узнать о цифрической обучении. Сейчас вы расскажите о цифрической обучениях. Сейчас мне кажется, что это другое. В первую очередь, в цифрической обучении компаний, я хочу сказать, что это должно быть безусловно. Я хочу сказать, что я в этом, я хочу в основном о цифрической обучении, В первом году мы работаем с праздником и с помощью мастер-ланды и с помощью кастер-ланды и с помощью кастер-ланды и с помощью кастер-ланды. Вторая часть, что дети уже не знают, что у них есть современные технологии. Но и дети у них не знают, что у нас есть правила. И вот я обещаю старым, мы сейчас не должны. Мы учимы в ИТ-мамандыке дали много молодых человек. И вот я, к нам, создавал информатический матем. И вот, этот математу маршрут. Но первое, по крайней мере, мы создадим важные профессионалы. В последние цифры, театр технология, как вы думаете, не важно. И, в последние два года, когда пандемия возникла и выделили их в онлайн-теракте. В то время, это будет как вы думаете, что 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 вы думаете? Да, в этом случае, там есть сапа, кем выдаются. В этом году мы получили информацию о комфинистах, которые были в интернете. Мы получили композицию. Мы получили композицию, которые получили 10 мест. Мы получили время, чтобы получили время. В общем, в последнее время, мы занимаемся в тюнеге. Мы занимаемся в тюнеге с сервисом, в тюрьмой учреждениях. Мы занимаемся в тюрьме. Это все, что мы занимаемся в тюрьме. Но сейчас мы занимаемся в Тимзу, в Казахстане, а университет компании, которые мы занимаемся в университете. Мы занимаемся в тюрьме. Я хочу делать форумы на 10 тысяч долларов. Сейчас у нас получился в тюрьме. Мы занимаемся в тюрьме в Минстерспаде. Мы занимаемся в Тимзу. Мы начинаем воду. Мы занимаемся в Телеграм. Мы занимаемся в тюрьме. Мы начали делать это. А в настоящее время какие IT-технологии именно востребованы? Ну, думаю, как раньше, просто программисты уже, наверное, не так особо востребованы. Сейчас на предельный план выходит группа специальностей, работающая с обработкой больших данных. Второе – это специальности, связанные с телекоммуникацией, потому что 5G внедряется, необходимо, чтобы повышалось качество услуг, обработка данных на уровне мобильных приложений. Ну и третья группа специальностей – это связано все-таки с цифровой трансформацией. IT-менеджмент. Необходимо уметь анализировать бизнес-процессы компаний. Получается так, что существующие компании, которые нацелены для того, чтобы реализовывать цифровую трансформацию, они видят быстрый успех именно через внедрение цифровых сервисов. И мы видим, что компании делают запрос именно по этим трем направлениям. Они же сами же и читают лекции для наших студентов, и быстрое вхождение в профессиональную среду получается. С другой стороны, мы специально осознавая, что, возможно, Казахстан попал в какой-то вакуум, приглашаем казахстанцев, которые работают в крупнейших IT-компаниях мировых, например, Google, Booking.com, Facebook, и они тоже преподают нашим студентам, чтобы быть на равный знак, какие технологии у них используются. Это все вместе дает как раз конкурентное преимущество по новому направлению. Мы получаем теория, как практика, как практика. Мы получим теоретические учебы, которые требуются в бакалаврии. Вторая учеба – практика. Практика не имеет только практики. Практика не работает. Второе, я в монтаже был научный промах Energies и три прошлого года, дважды идеями членов и оч wielu языках. Я говорит, что 자연 doom своих знаний с этой информацией и с научными понадобиями 작업амиなら он тебе nod Gray Knight. Второе – research математику и такой энергичный озор он будет сезон. В первую очередь, работают на работе. Они говорят «софт скиллз». Они работают на работе. Они работают на работе. Они работают на работе. И они работают на работе. Это очень важно. У вас есть робототехники? Да. Да. У нас работают на работе. Университет много чернослабов, т.е.你在 Белди Университетовой Альпавунике университетов, которые университетов, университетов? Какие университеты страны, университетов университета? Какие студенты в этом месте университета? Мы знаем академия. 1 семестер или 2 семестер участвуют в следующих университетах. 2. хостипоны, мы участвуем в ТП. Во-первых, мы едем в Бостон университете франция, и истония EV в эстонии, которая музыка в東ких странах. Второй – корейский университет Китая. Мой книга RAaaaao, в hurryaley и сутки университетами самсун компаний. Мой книг — новая работа η задача будет работать во ванной России и ходить на будущее вchio. Вот, расскажите, пожалуйста, о грантах для расширения А эти сферы выделяются ли гранты на технические специальности? Я сказал, что есть 5000 грантов, которые по государственной программе выделяются Из них 1100 для нашего университета Это целевые гранты, когда уже заранее они распределены на группы специальности Получается так, что когда мы набираем студентов, мы обращаем внимание на балл ЕНТ Потом уже английский язык, либо он приносил АЛ-сертификат, либо мы его сами берем, английский язык Ну и третье, у нас сейчас появляется тест, он не такой, что барьерный Мы хотим знать, какой уровень знания, например, математики, логики и вообще в целом программирования Это нам позволяет правильно группировать сами классы, сами лабораторные группы Получается так, что студенты, которые знают хороший английский язык Не всегда готовы глубоко показывать свои знания по программированию И мы хотим, кто сдаст этот тест, в течение лета до 1 июня, а я бы сентября Они прошли бы обучение и подготовились Это определяет, мне кажется, конкурентное преимущество Потому что у нас больше 50% поступают ребята с профильных школ, ниш, КТЛ, Билда И мы хотим, чтобы с каждого региона действительно талантливые дети приходили и могли выиграть этот грант В основном сейчас контингент у нас идет с Астаны и с Алматы Учитывая, что мы университет республиканского уровня И мы хотим, чтобы с каждого региона были талантливые ребята Мы специально для этой цели проводим олимпиады даже Когда победитель получает потом грант ректора или претендует на государственные гранты Все это в Купе позволяет увидеть, какова же сейчас среда школьников Кто так глубоко заинтересован в сфере IT Ну и подготовить, чтобы он был на 1 сентября более-менее уже осведомлен, поднял свои знания А эти салазы на Хандадин или как-то Суранск-Киева В этом случае у нас есть софт-инженерия, которые очень много вложены Я не могу сказать, что я хочу, чтобы я был в Казахстелеком Я не хочу, чтобы я был в Казахстелеком Второй, это было Big Data В последнее время я работал с Каспий Банк Я ухожу в Ахбрат Мы не хотим, чтобы мы рекомендации Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан! Добро пожаловать в 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 Казахстан! На вторing момент в Казахстан! Казахстан! Каждый день в Казахстане Как вы делаете, кто будет сочетаться, кто будет сочетаться и улучшить. Второе, в том числе, вирусология, например, компьютерный вирус, как вы делаете, как вы делаете, как вы делаете, как вы делаете. Таким образом, мы делаем аналитику. Стратегическое аналитику. Теперь, университет на материалы, технике базы? Как вы делаете, как вы делаете, университет? Университет обычно идет к нам оiceless tack them all. Сейчас у больного специалистов, естественно, Olvid院,start пинагозов. Спасибо большое. Когда я говорила, вы должны знать, что это не возможно. Как вы говорите, что это не сложное. Как вы думаете, что вы думаете? Я спросил их. В первую очередь, мы проводим в одном направлении программы, и мы проводим в этом направлении. Мы проводим интерактивную программу, проводим, поддерживая информацию, и мы проводим его. Это мы получаем 8 лет границ. Но я понял, что они были в виду нашей семья, и я начал говорить о хорошем. Если у вас постоянно по дороге, если у вас нет психиатра, если у вас нет sometimes большого. Если у вас нет психиатра, то при желании амбонтовых наработки нахожусь. Мы с друзьями, но когда по кругу параметра завал соль, у нас есть можно получить у нас в грязной басиле. Если вы говорите, мы говорим о том, что в свете. Он был очень рад. Это был какой год? 10 или 20 лет? Это был какой-то человек. Это был какой-то человек. Это был какой-то человек. Вы говорите, что Иллан Маск очень много людей, которые говорят, что люди и в Марсе, но они не знают. Сейчас, У нас есть тулгалы? У нас есть тулгалы? У нас есть тулгалы. Первый – критикальный массовый. Казахстан, государство 100 миллиардов, университет, университет, университет Бангалор, Силиконокшаналкабы, Белоруссия. Университетucа大概 90-х годов 400 тысяч лет я поменял CSI. Университет сказал. Мы не хотим оценивать акселерации, а идея нарастает, а в том числе, венчурных компаниях, мы можем обучать инвесторам, которые в том числе, ахшаментуруйте. Идея, то есть, это бизнес. Мы с вами говорим о большинстве компаний, это бизнес. Идея нарастает. Это тоже был один из сгибов. Но родители — это чрезвычайно. Университет нет ни одного бала, и у них есть 100 баллов. Таким образом, вы студенты у вас детей? Да. Вы учите на первой школе. Вы учите на первой школе? Вы учите в школе. Вы учите в школе, учите в школе, учите в школе, учите в школе. Продолжение следует... Что-то должно быть? Кто вставал 7-ю? Я говорю, что у меня айот. Интернет вещей. Даже есть известный интеллект алгоритм. Например, Сергей. Даже известный интеллект алгоритм. Номерный, машинный для работы и покупать травм. Из-за этого есть обязательства. До напиток, есть каких-то affordений. Участные функции для spreading цифр. Это все, что у нас есть ответственность. Но и сейчас, если мы оцениваем, что мы оцениваем, то это будет очень важно. Сейчас, в Америке, мы говорим о том, что разные университети в основе университетов. Вы знаете, что у студентов есть новые учебники? Нет. У нас есть три фонда, каждый из них. Первый – САБИИ. Второй – СНВАТ. Второй – САМУРК КАЗНА. Старт-тап компания, идеи, инновационные идеи. Но в том случае, если у вас есть идея, то это будет время. Назадим. Назадим, что мы поняли на технологии, то нет. Нужно найти технологию, не найти, но не найти. Но, возможно, у вас есть идеи, без этого. Я не не знаю, что это будет. Это тоже полезно, но невозможно, а теорию. Это очень важно. В этот день, в студии, приходы, как будут показывать им, как вы думаете о том, где вы думаете о том, на научном спортивном обучении ИТ-еории, на мебелопод tenha участие здесь. И у вас есть Herzlina и есть солицы. В результате я сейчас покажу о том, что я now являюсь и что это не так. В основном я сам marine и с cured. В последнее время, когда я получил новые технологии, у меня есть и все, что мы получаем. Я знаю, что, в этом случае, люди, они получили много праздников и мы получили новые технологии. Такая точность и технология, который мы получили в том, что мы получили в качестве техники. В этом случае, когда мы получили сервис, продукты, продукты, я бы хотел бы обойтись. Например, мы получили автомобиль. Я уже был оценен lots. Во-вторых, я был одним из своих детей. Мой путь был в х backstory. college aggregate, питон, huge языки. С другой стороны, все это хорошо. Ведь университет-второк, ученников есть. Второй, мне есть. Я по-третьему, я люблю в университет академии, академии, кончастия, логикаю и курсов. На самом деле, я ищу студенты, ученники ученики 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 учеников ученики и ученики 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 ученики. Возможно, что мы с ним не можем дать им. У нас есть чувства. Спасибо. Спасибо. У нас есть инвекторы. У нас все знают. Мы с вами говорим о святых маманах. У нас есть Эйлон Маск, Стив Вопс. Мы говорим о Facebook. У нас есть знания. Я говорю о маманах. Спасибо. Спасибо. Добрый день еще раз, дорогие телезрители. Ну а мы начинаем второй час нашей информационно-развлекательной программы «Салем семей». Надеемся, вы будете с нами. Ну а мы сейчас переходим на прогноз погоды, после чего вернемся к вам. Не переключайтесь. Субтитры делал DimaTorzok В Курчатове ясно днем плюс 17, ночь минус 1 градусов. В Усть-Каменогорске ясно днем плюс 17, ночь минус 1. В Семее ясно днем плюс 16, ночью плюс 1 градусов. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дорогие телезрители, напоминаем, программа ведется в прямом эфире. Наш номер 341564. Можете звонить и задавать свои вопросы. Сегодня мы будем говорить о моде. И вот первый вопрос, который хотелось бы вам задать. Какие вообще модные одежды в сезоне? Вот весна, лето в топе. Доброе утро. В любом случае мы ориентируемся на Европу. Европа нам предлагает цвета постельные, блеклые, светлые. Но для нашего менталитета это не совсем приемлемо. Мы любим яркость. Мы любим яркие цвета. Красные, зеленые, бордовые, фиолетовые. Эти цвета сочетаются с природой, с весной, с цветением природы. Мы все-таки, у нас менталитет ближе к природе, я так думаю. Поэтому я сама, как дизайнер, люблю яркие цвета. Люблю, когда молодежь одевается ярко. Ну и по структуре ткани тоже желательно бы натуральные ткани. А вообще, как правильно, вернее, верно сочетать цвета? Допустим, вы сказали, что вам нравится яркий цвет, допустим, зеленый, красный. Но есть молодежь, которая вот это все целиком, да, и красный, и зеленый на себя нацепит. Но это как-то не модно или это все-таки миф? Можно носить зеленый с красным, как, допустим, белый и зеленый. То есть вот это сочетание цветов именно будет. Можете рассказать? Я вас поняла. Тут нужен индивидуальный подход и вкус, наверное, все-таки. Вкус такой, чтобы не было перебора и в то же время чуть-чуть яркости. Вкус такой, чтобы не было перебора. Нет, не было перебор. Я думаю, что у меня есть форумы, брошьи, 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 брошьи. Например, у меня есть форумы, современные форумы. Обязательно у меня есть форумы. Это очень важно. Есть один элемент. Что это? Да. Вы пришли к этому студию, и вы увидите, что вы получаете в студии. Вы получаете свою работу. Вы получаете всю свою работу. Вы получаете свою работу. Вы получаете свою работу? Это был ручной работы. У нас есть лазер, сапал, тез, адема. Когда я об этом работаю, я ищу компьютерную, и я буду обращаться. В этом году я ищу лазерную. Прямо сейчас болезнь в размере. Удалевая аппарат. Вот обычно, я ищу лазерную. Есть ищу листья. Как ты говоришь, что это за украшение? Я учился в Тақиа, когда я учился в Роза Бағланову, и я учился в Тақиа. Я учился в Тақиа. Я учился в Тақиа. Для фотосессии также? Да, для фотосессии. А сау келе? Сколько времени уходит на сау келе? Сау келе много времени не занимает. Когда есть такой творческий взрыв, так скажем. Но, конечно, это все приходит. Скорость приходит с опытом. Чем больше ты экспериментируешь, делаешь, тем быстрее и лучше получается. Ну, от трех часов до трех месяцев, примерно так. Сереже келе тағы келесе? Как вы можете сделать выжедание. Выживание, выживание. Присоединение Микой-Кондуз. Спасибо. Мы съедаем Кымбат-Кундуз. Ну да, что вы думаете, что вы думаете, что люди, как вы думаете, обойдут ли вы раздраженности. Есть, есть. Они приходят к конкурентам, к конкурентам. Друзья, которые вы думаете, что вы думаете, что это не нужно? Нет, не нужно, я не могу, я это не могу, я тоже. У нас есть онлайн-шипс. Расскажите, пожалуйста, как вы думаете насчет стилей молодежи? Тот самый, допустим, оверсайз, те самые рваные джинсы? Ну, это все временное. Временное, возрастное. Потому что нам внедряют, Европа внедряет, мы это принимаем. Но это все. Я тоже носила и рваные джинсы, и оверсайз. Клежные взяты. Но мы потом с возрастом приходим все-таки к нашему традиционному. Спасибо большое, дорогие телезрители. Мы говорим о МОЗе. Если у вас есть вопросы, которые вы хотели бы задать нашему многоуважаемому гостю, то можете звонить по номеру 34 15 64. Программа ведется в прямом эфире. Так что звоните, будьте активными. Ну а сейчас, вашему вниманию, рубрика «В мире сказок». После чего мы к вам вернемся. Не переключайтесь. Программа ведется. Программа ведет. Программа ведет. Сол кезде байыздын бір кумеш алтынын алып, ол ағаштын үсіне барадекен. Ал кедей болса, ол да үйне барып, ол бөр зумнанын алып, ол да ағаштын үсіне көтерледі. Су таскыны 15 күнге созыладекен, бір күні қарнашқан бай кедеге былайдейдекен. Әй кедей, сен маған бір үзімнанынды берде, мен саған өзімнің алтынымды берейін дейді. Сол кезде кедей байға жоқ, берял маймын алтын өзіне нан өзіме керек дейді. Сол кезде екінші күнің тағы да бай кедейден қарна ашып тұрғанықтан ол үнан сұрайды. Кедей маған бір жынаныңды, өті немін деседі, мен саған өзімнің алтынының жартысын берейін деседі, бәрі бірде кедей келіспейді. Аштан өліп, баса айналған бай, ол кедейге барлық алтының беруге мәшпір болады. Бірақ бәрі бірде кедей рұқсат бермейді. Аштан өліп, баса орған бай, суға құлап кетеді. Ертенінде су тұқтап, кедей жертен жерге түседі. Алтын күміз тас екен, арпа бидай, ас екен дейтіні осыған арналған. Міне мені мертегім тамам, келесі кедіскенше. Сау болыңыздар! Міне құрметтік өреміндер, ертегілер әлеміне саяқат тапқайтық қандай оғылдық. Біздің күшкентай бөлдіршін дәріміз, тамашы ертегілер айтым. Осын бейсі дәрті қуан тұғда. Бағдарламамыз дәріғы тәжалға қастырамыз. Бүгін бізін тақырпыз көк темгес сән. Студиямызда қунақты бергілді дизайнер Жанна Баймуратова. Сырақтарғыз болса. Хаварласыңыздар, текерекерек телефон нөріміз 3415-64. Та, дорогие телезрители, напоминаем, программа ведется. В прямом эфире наш номер 341564. Но у нас у гостях Жанна Баймуратова, дизайнер. И вот следующий вопрос. Вообще, какое время вы уже работаете в этом направлении? Вас кто-то направлял или вы сами пришли к этому виду творчества? И как долго вы работаете? Ну, я уже в этой сфере более 15 лет. Закончила Алматинский технологический университет. Факульте от дизайнера. Занимаюсь уже, наверное, вот как я себя помню, столько и времени занимаюсь. Ну, профессионально более 15 лет. А какое-то рукоделие, вышивки, это, наверное, у меня с детства. Родители не направляли. Они у меня медики. Пришла я к этому, наверное, в детстве. Я у бабушки увидела такие украшения, такие старинные. Я вот прям загорелась в детстве. Ну, она у меня тоже вышивала. И вот я у нее и научилась, наверное. Ну, и за эти 15 лет, да, какие достижения у вас есть? Можете поделиться? Достижений много. Участвовали в разных конкурсах, всевозможных конкурсах и национальной одежды, и какой-то спортивной одежды. Я являюсь членом дизайнеров Евросоюза. В прошлом году у нас был онлайн-конкурс, выставка была. В этом году, надеемся, вот в июне поедем в город Нурсултан на выставку. Там будет фестиваль дизайнеров. Я буду представлять город Семей. Будет хороший такой фестиваль. Будем участвовать. Делиться опытом. Показывать свои изделия. Осында жалпы шаралар, хан шалпты? Сезарген көмек бір дизайнерлерге мысалы? Дизайнерлер бір-бірмен араласып кездескенгезде шабытымыз ашылат. Бір-бірмізді қайталамаймыз, бірақ шабытымыз. Думаны, бір-бірмізді қайталамыз, бүрген қайтын. Бір-бірмен араласып кездескенгізді қайталамыз, бір-бірмізді қайталамыз. Елтіп қайтын көресің береме дляңыз. Бір-бірмізді қайталамыз барныр болатыр балын. Все. 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 У нас есть технология? Да. Да. У нас есть аппарат, дизайнеры. Все. Все. А вот изделия именно на той бастар вот от заказчиков много приходит, допустим? Расскажите, пожалуйста, о этом изделии. Ну, у нас, как по нашему менталитету, мы очень любим той. Любим той бастар и подарки. Любим дарить и принимать подарки, в том числе. Кудалок. Сейчас это делается более как-то красиво. И сама упаковка бывает порой дороже, чем содержание, так скажем. Ну, это очень приятный подарок получается. Спрос есть. Вкус есть сейчас у всех. Самое главное вот это подача. Как правильно подать. Теперь. В этом году, мы прощаем новые дни, мы видим это, по своей дороге. Или мы прощаем. Это поэтому. Это было приятный, а значит, мы делаем его хорошо. В основном, мы обязательно подать мой и стеклянные росталь. Мы привезли 6-8 часов, когда мы уничтожили, Вот такие маленькие, да, это вот сейчас такой тренд у нас, у нас сарга салу, сувениры. Давайте покажем нашу телевизору тоже, очень красиво. Это очень красиво, и это очень красиво. Это сейчас очень красиво. Какие идеи думали? Какие идеи? у вас ученицы ученицы конечно есть есть у меня сейчас очень сильная команда команда профессионалов мы более 10 лет вместе ты ждем виртуем и ты не жалко западе мне жадай жаба дизайнер дар ксдер и ну да базы нега асер а сэретті одангейн кешкене есмізды жиып калпы мызгат тусып онлайн га юрген и онлайн курицтеры осап онлайн талар жасап бежев жиап солай и степ жардык Мы приехали в Бетперд. Мы приехали из Бетперд. Мы приехали из Маска. Мы приехали из Маска. Мы приехали из Маска. Это же Маска, да? Да, конечно. Жанна Ханым. Какие мы встретили сейчас? Я был соединен в новой еде. Реклама у нас был фестивалем в Мексылтан. Эдухи Демянской обморожке. Когда я был представителем семейного колеса, я был представителем семейного колеса, я был в кастюмах и в конкурсах. Я был в школе, и я был в школе. Ну и вот, напоследок, можете, пожалуйста, сказать, что вообще может оставаться всегда в моде, что не стареет? Допустим, национальные костюмы, да, можно их тоже отметить? Да, сейчас национальную одежду дизайнеры перестилизовали, более этнические варианты сейчас очень стильные и модные, это натуральные ткани, кожа, мех, натуральные шелка, натуральные ткани никогда не выйдут из моды, пусть оно будет хоть длинное, хоть короткое, любой формы. Некоторые китаты, другие китаты, другие дни шелкты? Правильно, мы расскажем! Ну, какие дни из моды? Могли поездки, таких китатов, кто нуждался? Могли поездки, они тоже. Да, они тоже в стомаре, они тоже. Конечно, есть моды. Они без проблем с оболом. Да, только с ума суток не в чём? Продолжение следует...